здесь ребята как и обещал из старенького выкладываю для тех кому интересно этот ролик заслуживает внимания позвонил взыскатель и попытался навязать свои условия свое мнение то что у него получилось пожалуйста смотрите оценивайте пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на наш канал но и после ролика пожалуйста в описании видео заходите там очень много интересного для вас до свидания о о о о о о здравствуйте алла не слышу сейчас слышу здравствуйте хорошо дмитрий евгеньевич кузнецов вас звать дмитрий евгеньевич кузнецов как и меня что ли ли вы представили ли ты выгрузил дмитрий евгеньевич да это я а вы кто а я мир цинкевич святослав юрьевич очень приятно святослав юрьевич чем обязан я являюсь специалистом отдела взыскания организации кредит экспресса мой отдел был направлен на ваши дела дмитрий с крайне неприятной ситуации у вас неоплаченный кредит перед банком открытия и сумма далеко не маленькая уже более полумиллиона составляет хотелось бы знать вы добровольно данный вопрос закрывать будете дмитрий евгеньевич точно громче громче что громче дмитрий дмитрий евгеньевич ко мне надо обращаться во первых да я не давал разрешение со мной разговаривать в фамильярном том во вторых кто вы такой на каком основании у вас есть информация о моих отношениях с кредитной организации под названием по-моему там банк открытия да вы озвучили да я же вам представился кто я и откуда зачем вновь это спрашиваете так вот я хочу узнать откуда он разговаривает так что ли какого еще шаблона я хочу разговаривать четко конструктивно и так откуда у вас информация о моей задолженности якобы перед банком открытия открою хитрый дмитрий от самого банка на вы что а мне почему-то в это не верится вы заявляете ответственностью святослав юрович что у вас есть информация от банка открытия несмотря на то что я 7 месяцев назад отправил им письмо получил уведомление о вручении где запретил передавать информацию третьим лицам отозвал свое согласие на обработку персональных данных и сделал я это в соответствии со всеми существующими законами и так кто вы и откуда вы взяли информацию обо мне еще раз еще раз мир санкевич святослав юрий частное лицо или организация каким образом вы получили информацию обо мне о моих отношениях с банком я не давал согласия на разглашение данной конкретной информации его его дали дмитрий далее что сегодня какое какое сегодня число я 7 месяцев назад отправил в банк письмо и получил уведомление что банк получил мое письмо в этом письме я совершенно на законных основаниях отозвал свое согласие на обработку персональных данных написать заявление в их отделе в вашем городе то что я должен я знаю и так вы получили каким-то незаконным способом мою информацию либо вы утверждаете что банк вам ее передал да вам банк передал отлично все я вашу фамилию имя отчество записал организация как там кредит-экспресс да ну хорошо раз она у вас есть я вас дальше хочу услышать давайте я не могу удостовериться что вы направили данный запрос в банк вы каким-то образом можете подсветить наличие отправки данного документа да могу она возможно это немножко опережу вас дмитрий может быть это ближайшее время особой роли не играет а данный банк отзывает ваше дело буквально после завтра куда отзывает дело обратно к себе и что теперь а потом либо суд либо продажа а вы здесь каким боком святослав юрьевич ну отзывает отзывает чего я очень очень рад либо вы меня хотите судом нападать значит пока что звоним общаемся решаем вопрос цель звонков цель звонков цель звонка ну да толкнуть у вас на оплату вашего кредита пожалуйста не тратьте времени беспокойтесь все отношения с банком я буду решать исключительно в законном формате формате цивилизованного конфликта а именно только через переписку только через переписку и если мы не договоримся то в суде дмитрий я вас опережу вопросе а почему вы сами до сих пор не обратились вам какая печаль сударь вам какая печаль вообще вы мне звоните я тут делаю огромное одолжение то что с вами разговариваю да вы там хоть что считаете себе я скажу кем я вас считаю от всех вас и вам подобных так же как и ваша так я скажу так вот я считаю добавьте себе в архив или куда телефонный попрошайка бесполезный рассчитывающий лишь только на то что он попадете на какого-нибудь куда испуганного должника я не такой на воду да да и как правило попадают группы ну вот в этот раз вам не попался такой человек я открою вам огромный и страшный секрет огромный и страшный секрет хотя не хотел этого говорить дело с банком открытия и он объединился в ханты-мансийске уже у мирового судьи уже исковое заявление мною подписано и банк уведомлен у вас к сожалению этой информации нет потому что вы работаете на уровне мошенников и тем самым на уровне да 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 хорошо на уровне вы могли родить да да о чем мы сейчас вообще разговариваем с вами уважаемый святослав ну я не свой разговор пошел уже в пустую вы банально начать с кораблением потому что что вы мне надоели со своими вот этими выражена диалога со словством вашим вы мне надоели очень сильно у меня пугаете пол за мной повторяете что я захочу то и мне ваши слова понравились я их возьму себе в арсенал действий и буду вашими же словами манипулировать если вам интересно манипулировать у вас накуренное состояние какое-то давайте пободрее то я за рулем еду нарушаю правила дорожного движения еще раз цель вашего звонка подтолкнуть не получилось и да 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 что надо вообще вам вот сейчас данную конкретную секунду чё надо мне надо узнать когда банк увидит деньги над своим счетом на днях еще чё надо узнать на днях да более более достоверные данные что какие данные вам нужны удостоверные когда деньги будут да вы кто такой чтобы я вам какие-то вообще данные давал да я еще не убедился в этом даже эти вопросы могут быть вам казаться глупыми мне эти вопросы совершенно обоснованно чудятся поэтому еще раз спрашиваю на каком основании я вам должен какие-то отчеты давать какой-то позвонил тип мне на телефон представил на неизвестно ким кредитного договора на основании тысячи 5 на основании 385 федерального закона потребительском кредите и займе вас устраивает 3 аргумента у вас денег взял не могу понять или что ваша задача позвонить мне не более чем в деньги в суде брали дмитрий чтобы к ним хотите прибегнуть да это мое дело я не боюсь суда я считаю что это благо я уже у четырех банков дела не обоснованной амбиции да как так четыре банка вынуждены были отказаться от претензий в связи с тем что договоры которые они мне предложили для исполнения в части в больше либо меньше не соответствует действующему законодательству ущемляют мои права некоторые банки выполнить даже мне до страховку жили там вы такой герой за которым нет я юристом обралили да нет да я к юристам обратился они мне помогли причем за четыре месяца да 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 так он не пустоспловичи просто так ну да понимаете теперь я понимаю ситуация вопросов времени да да и что теперь да мне юристы помогли вам жаль что вам да конечно я теперь не овца безмозглая безмолвная нормальный человек значит законы пожалуй даже слов таких не подобрать да не надо ничего подбирали деньги у банка и сейчас как-то якобы нарушая закон прибегайте опять к закону чтобы их не возвращать вам какая печаль я у вас их взял я перехитрил банк интереснее так слышать да я перехитрил банк если это интересно перехитрил но перехитрил слишком лояльное слово я бы сказал другую но вы понимаете что сказать да какая разница какими словами мы будем манипулировать да удобнее так вору вора палку украл так нормально да отлично да прикольно вор у вора палку украл еще раз повторяю ваше личное мнение ну нет но я вот озвучил как бы может это выглядело как вам хотел мне нечем разговаривать с человеком который не может ничего не аргументировать ну мне тоже нечем разговаривать с человеком который не хочет слышать собеседника и вам тоже не друзья чтобы вы понимали этот ролик писался это запись разговора точнее датируется более 8 месяцев назад да и ну вот вам результата в течение 8 месяцев как угрозы сбываются может быть в этом и есть полезность выкладывания старых роликов да чтобы вы понимали сейчас обращаюсь с тем кто недавно на канале какая почва под этими угрозами там вот этими страшилками в вашем случае если вам звонят коллекторы в принципе все точно также ничего не изменилось какие они были такие остались эти заявления голословные рассчитаны на человеческое незнание и страх если хотите избавиться от всего этого непонимания вот как минимум описание этого ролика есть ссылочка на наш сайт на сайте видео как устроена работа кредитных юристов что мы для людей делаем какая какой результат люди могут ожидать сколько стоят наши услуги само собой тоже можете узнать сколько длится наша работа все там по ссылочке попадайте на наш сайт на сайте видео смотрите потом оставляйте заявочку на бесплатную консультацию если это вам нужно также ссылочка на нашу группу в контакте там все ролики дублируются это тоже будет там же выложен ну и ставьте лайки подписывайтесь на наш канал передавайте эту информацию друзьям знакомым на связи был дмитрий кузнецов центра юридической защиты компания алиам до свидания